Как же гибок линукс? Его можно встретить практически везде. В каких-нибудь терминалах, банкоматах, различных кассовых аппаратах, да даже на кофемашинах. Кроме того, и ваш телефон, грубо говоря, работает на ядре линукс, только слегка переделанным и с другим названием, Android. Но о нем мы поговорим в будущем. Сам линукс как таковой появился в 1991 году, но в виде ядра. Позже данное ядро вошло в состав операционной системы GNU, тем самым получив возможность иметь базовый функционал с возможностью сборки различных программ. Дошло все до того, что в GNU Linux портировали оконную среду X. Сначала это был X386, позже его заменили на X11, тем самым ознаменовав начало развития графического интерфейса для Linux. Даже во времена Windows 9X находились люди, которым не нравилась данная система и общая философия, хотя в то время у Linux ее как таковой не было. Это вывелось в стереотипы по типу «Линукс чисто для программистов», «На Линуксе невозможно играть», «А где Word и Excel, что это вообще такое?» и так далее. Но, какими бы ни были стереотипы, в любые времена находились люди, которым было просто интересно попробовать что-то новое. Такие люди, соответственно, находились и в компьютерном сегменте. Чтобы в то время поставить дистрибутив Linux на свой компьютер, достаточно было просто пойти в магазин и купить CD-диск или же дискеты в зависимости от возраста компьютера. Прийти домой, загрузиться, разметить диск и дождаться, собственно, окончания установки. Этот способ дожил и до наших дней, и устаревать, видимо, никак не планируют. Правда, сейчас на смену CD-дискам пришли USB накопители, но это уже совсем другая история. Были и такие люди, которые хотели попробовать, что такое Linux, при этом не слезая с Windows. В таком случае пользователь был обязан вручную свой диск разметить так, чтобы и Windows оставить, и Linux вместить. И чтобы это всё не грохнулось в конце. Надо помнить, однако, что Linux — это Unix-подобная система, и то, как она управляет разделами на диске, в корне отличается от Windows. Неопытные пользователи, жаждущие попробовать её систему, могут ненароком сделать что-то не так. И в таком случае выхода два — либо звать того, кто понимает, либо использовать программу, которая знает, что и как вообще это делается. О такой программе речь сегодня как раз и пойдёт. Знакомьтесь, WinLinux 2000. Утилита-дистрибутив Linux, призванный упростить процесс установки, а также дать пользователю возможность загружаться в операционную систему по выбору. Если короче, то это Dualboot тех лет. Да, это всё настолько просто. Как это всё устанавливается? Думаю, стоит начать с того, что эта программа предназначена только для Windows семейства 9x. Ну, 95-я, 98-я, ну, вы поняли дальше сами. На Windows NT эту программу установить не получится, а почему — вы узнаете в этом ролике, ну, чутка позднее. А теперь можно приступить к самой установке. Первый этап достаточно прост. Выставить это всё как обычное приложение в систему. Даже установщик здесь классический из тех лет. После нажатия кнопки «Далее» нам строго рекомендуют и перед установкой проверить жёсткий диск с кондиском, так как программе требуется для работы идеально работающий жёсткий диск и неповреждённая файловая система. Но у нас и так всё прекрасно и без кондиска, поэтому снова жмём «Далее». На следующем этапе нам предлагают выбрать тип комплектации. Компактная, полная или обычная. Различия между ними только в поставляемом количестве приложений. Если кому-то жалко место на жёстком диске, то можно выбрать компактную, но мне не жаль, поэтому выбираем полная. После выбора комплектации нас предупреждает о том, что установщик поставит полноценную систему на наш жёсткий диск, ведь если попробовать установить систему на съёмный диск по типу внешнего жёсткого диска, то в конечном счёте система может и не загрузиться. Ну а дальше там всё легко. Выбор раздела для установки и папка в меню «Пуск». И всё, программа копируется. Как видите, по структуре папок можно заметить, что там копируется полноценная система. Придётся подождать, конечно, так как тут эмулируется процессор 100 МГц, но с особой магией монтажа Дани, для вас процесс установки займёт не более, чем пару секунд. После копирования файлов запускается окно с первичной конфигурацией. Всё ещё Windows, где нас просят указать имя, логин и пароль. Также есть возможность установить свой пароль и на суперпользователя. Позже программа настройки определит устройство и предложит что-нибудь изменить в системной конфигурации устройств в Линуксе. Здесь нашлась моя видеокарта, мышь, звуковая карта. В общем, идеально определилось всё то, что есть Windows. Меня это, естественно, всё устраивает, поэтому жмут далее, и установка, по сути, завершена. И да, после установки WinLinux 2000 ни в коем случае не проводите проверку диска через скандиск. Это будет такой лютый трэш, что... Пожалеете об этом. После установки на рабочем столе в меню пуск появляются ярлыки для конфигурации WinLinux и, собственно, её запуска. Boot WinLinux 2000. Открываем его, и нам сразу сообщают, что данная программа настроена на запуск из-под MS-DOS, и, соответственно, нам нужно перезагрузиться в MS-DOS, чтобы запустить данное приложение. Но почему так? Дело в том, что дистрибутив запускается из-под режима MS-DOS поверх запущенного ядра Windows 9X. Это всё происходит благодаря программе LoadLin. Программа является своего рода загрузчиком, который никак не трогает уже установленные системы DOS и Windows 9X. Программа работает с протоколом BCPI, который поддерживает все DOS и Windows 9X системы. На Windows NT её запустить не получится. Выйдет ошибка защиты. То, как она загружает Linux поверх Windows, немного напоминает нам подсистему Windows для Linux столько тех лет. Забавно, правда? Получается, эта функция была в Windows задолго до того, как это стало мейнстримом? Загадка. Ладно, нажимаем «Да» и нас тут же перегидывает из системы в режим MS-DOS. Откуда, собственно, и запускается Linux. Это можно увидеть по надписи Uncompressing Linux. И вот мы видим запуск Linux. И сейчас происходит определение устройств. Как минимум, здесь он исправно нашёл мой жёсткий диск, что очевидно, и CD-ROM. В мем-компьютере, что CD-Primus, что жёсткий диск формата IDE. Соответственно, в самом Linux они будут обозначаться буквой H, что как раз указывает на найденное HDA и HDB. Однако, кроме них он попробует найти такие устройства, как HDC, HDD, HDG и HDH, чтобы проверять доступность дисковых устройств и, в случае чего, смонтировать их. Здесь в качестве ядра Linux выступает версия 2.2, которая была выпущена аж в 1999 году. Далее в работу вступает дополнение UMS-DOS, которое помогает ядру видеть диски формата FAT и монтировать их в систему. Ну а там уже идёт создание и включение свопа или же файла подкачки, подгрузка пользователей, запуск даймонов, это так называются службы, поднятие DisplayX и загрузка оболочки рабочего стола. Система запущена, мы на экране входа, нам нужно войти в систему. В качестве заднего фона здесь красуется надпись Now Your Computer R. На остальную надпись места просто не хватило, ну, бывает. А в качестве самого рабочего стола здесь KDE 1.0, вышедший в 1998 году. Из аккаунтов тут имеется наш созданный, гостевой и аккаунт суперпользователя. Но меня интересует мой личный аккаунт, поэтому я из-под него и зайду. После входа мы видим рабочий стол KDE, загрузка которого прервалась окном о том, что мы установили новую версию KDE и файлы шаблонов могли измениться. Хотим ли мы установить новое? У меня нет подобного желания, поэтому спасибо за предложение, но я откажусь. И, собственно, вот он, наш рабочий стол. Концепция рабочего стола здесь абсолютно привычная. Вот тебе иконки, вот тебе корзина, вот тебе панель задач. В первой KDE панель задач здесь необычная, она как-то более информативна и функциональна. Можно сворачивать в компактный вид, через панель можно переключаться между рабочими столами, сразу совершать выход из аккаунта. И это не нажимая на местный меню пуск, в данном случае это меню приложений. Дизайн списков, цветовая гамма оформления, открытие контекстных меню правой кнопкой мыши, кнопки на окнах практически точно такие же, как в старых Windows. Даже в официальном сообщении о выпуске было сказано следующее. KDE – это сетевая современная среда рабочего стола для рабочих станций Unix. KDE стремится удовлетворить потребность в удобном рабочем столе для рабочих станций Unix, аналогичным настольным средам, найденным в macOS, Windows 95 и NT. На рабочем столе у нас находится, естественно, корзина, папки автозагрузки стандартных шаблонов, наш, так скажем, дисковый раздел с Linux, папка DOS folder, которая полноценно откроет наш раздел, с установленной Windows 98 и наш floppy-привод. И далее идут ярлыки для запуска установленных программ. А что тут из приложений? Все установленные приложения находятся в меню приложений, которое с логотипом KDE на панели, и отсортировано по группам. Игры, графика, системные, мультимедиа и так далее. Ну, в общем, по классике. Кроме отсортированных по категориям программам, в этом меню мы можем получить доступ к корзине и домашней папке, если у вас вдруг открыто много окон, и вот вам трудновато на данный момент сворачивать все. К диск-навигатору, который позволяет из-под меню лазить по различным папкам вашего ПК и к настройкам этой самой панели. В папке Applications здесь находится браузер Netscape 4.7, но в интернет мы с него войти не сможем. Все-таки наша сетевая карта не нашлась, печальненько, увы. Стандартный органайзер и текстовые редакторы. В папке Games находятся стандартные игры, написанные сообществом KDE в те годы. Начинают с саперы Моджонго, заканчивая суккобаном и покером. В папке Graphics здесь будет находиться всеми знакомый GIMP, тут он версии 1.0.4, Acrobat Reader 4.0 и просмотрщики каким-то боком, редактор иконок и простенькая программа для создания скриншотов. В интернет будут различные почтовые и ARC-клиенты, агрегаторы новостей и простые сетевые утилиты. В Multimedia там, естественно, найдутся простенькие MIDI, ауди и CD-плееры и звуковой микшер. И, наконец, в разделах System и Utilites здесь будут диспетчер задач, терминал, файловые и шрифтовые менеджеры, калькулятор, архиватор, адресная книга и редактор меню. Как уже было сказано ранее, почти все приложения — это стандартные приложения от самих KDE, и в некоторых моментах по функционалу они могут быть здесь слишком скудны и просты. В роли центра приложения здесь выступает программа K-Package от все тех же KDE, а сами пакеты — смесь из RPM и дебиновских. А что здесь в плане кастомизации? Все самое основное, что вы обычно и будете видеть на рабочем столе, относится к первой группе, которая так и называется — Desktop. Здесь можно настроить от фона рабочего стола до шрифтов и предпочитаемого языка интерфейса. Если сказать коротко, то это просто параметры дисплея, как в Windows, только разделенные на отдельные кнопки. В следующей группе настраивается ввод — поведение мыши, клавиатуры, а также управление ее раскладками. В следующей группе — базовая настройка сети-интернета. В те времена не было автоматической настройки, поэтому все приходилось делать вручную. Дальше у нас идет информация о системе, точнее возможность эту информацию узнать. Здесь все самое необходимое — количество оперативной памяти, процессор, какие диски и устройства установлены в компьютере, есть ли звук и как вообще себя чувствует DisplayX. Следующие три группы, такие как звук, клавиши и окна, в особом внимании не нуждаются, так как они являются ответвлениями уже основных настроек. Что не скажешь про приложения. Здесь находится отдельный от настройок приложения, тоже являющимися основными компонентами системы. К примеру, Login Manager нужен для упрощения управления пользователями, ведь, как мы все помним, WinLinux 2000 создавался для тех, кто пользуется Windows, верно? Однако мы его не отредактируем из-за защиты конфига, что забавно. Вряд ли кто-нибудь, как обычно, пошел бы в терминал с попыткой создать или же изменить пользователя в системе типичными командами, а это, к примеру, UserAd и PassWD. А теперь время итогов. Как по мне, это в то время, наверное, был интересный способ попробовать Linux-систему, не снося при этом уже установленную Windows 98 или DOS. Даже само видео слегка переделалось в обзор KDE 1, потому что мы вот реально, полноценный Linux тех лет. И да, полноценный Linux можно запустить в Windows 9X и DOS не только с помощью WinLinux 2000. Как уже рассказывалось ранее, для этого используется программа LODLin.exe и сжатый образ ядра. А нужно ли это сейчас? Ответ говорит сам за себя. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также подписывайся на канал, чтобы не пропускать много интересного и помочь достичь мне 50 тысяч подписчиков. Огромная благодарность всем донатерам, которые поддержали мой канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok